Приветствую всех зрителей и подписчиков моего канала. Меня зовут Владимир. Мы продолжаем проходить Кингс Баунти Войн Севера. Так, если я немножко буду тупить, не обращайте внимание, что сегодня немного пришлось поработать серьезно. Так, вольнем этого зомбака. О, прокрытый крест. Хряпнуть его, пока он нас не хряпнул. Так, злая нас лишечка. Так, вот эта штучка. О, где тут эти жорики? Что здесь так указывает? Хрена, поймешь. Ну ладно, сделаем вот так. Ух ты ж, 139 склетов сняли. Не хило так. Не зря я сначала насмешку сделал. Так. А ну-ка, давай сделаем. Сделаем вот так. Ну ладно. Эта штука нам не нужна на поле. Холодец. Дело хорошее. Денежка. Так, давай вычищаем этих лучников. Зомбари. Надо замедление на них бахнуть. А то они таким темпом до нас добежат. Так. Давай добьем лучников уже. Так. Книга, книга, книга. Давай замедленницы. Перезарядка идет. Теперь хорошее заклинание. Так. Ну давайте хотя бы. Так. Руну защиты. Чтоб если будет атаковать, то хотя бы. Защита получше была бы. Эти не дойдут эти. Ну сейчас снимем вот этих-то. Так. Ну давай подойдем сюда. Так. Замедление еще действует. На этих тоже замедление. Не хочу я пока атаковать скальдами. Так. Надо вот этих убирать. Так. Подожду я чуток. Можно в принципе золотце поставить. Вот и тут. А вдруг поведутся. Так. Лучники, лучники. То есть прощники. сделаем вот так. Жаль не могу зайти аж сюда. Ну ладно. Попробуем. Ух ты ж. А как это так? Я же вроде бы пропускал, не пропускал ход, а ждал. Ну ладно. Главное что они не ответят на удар. А эти ответят. Тогда подождем чуток. Так. Надо подлечиться чуток. Хотя может. Может, 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 может. Ну ладно. Давайте на вот этих. Воздействие алчного золота. Что ж они не берут это золото, сволочи. Так. Десяточку снял. Может, может, беззащитность. Куда уже больше. Или топориком жахнуть. Или подлечить все-таки наших товарищей на всякий случай. Так. Подождем чуток. А, блин. Надо было отходить с кальдами. Протупил. Отойдем. Подальше. Прочники. Давайте. Так. Вот эти товарищи. Давайте. Может, снимите. Солочь. Отдал очки действия. А тупой зомбак, все тебе жопа. Так, щас мы тебя хряпнем, нет, 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 нет Так, не дойдем, так, не дойдем, давай, удача, так, давай скальдово одушевим, а вдруг пригодится, фух, разобрались без потери, неплохо, пришлось конечно повозиться, собираем яйца на омлет. Олов любит очень большой омлет, так что делать. Так, куда нам петлять дальше? Куда-то сюда я так был, так, сохранимся на всякий случай. Не дай бог, опять вылетит. Водичка течет. Это что такое? Не знаю, не знаю. Какая-то непонятная штука. Но больше тут никого нет. Я всех масланул. Тут же тоже никого нет. Да, тут же ничего нет. Значит, сейчас оплываем вокруг острова. Собираем все сундуки. И держим путь на Вестлих. Так, нам пополняться нужно. Да нет, в принципе. Только бы где-то волхвал бы набрать целую пачку. Так, вон немножко кораблик стоит. Спускаемся. Так, погнали. Так, куда это меня несет? Сносит течением просто. Так, тут я был. Вот мой сундучок. 1400 золотых с копейками. Так, тут я был? Мне кажется, да. Я везде, где смог, побывал. Так. Давай забираем сундучок. Еще столько же денег. А вот еще один. Уже побольше, кто мне нравится. Так. Тоже неплохо. Денег мало не бывает в этой игре. Так. Вроде бы. А вон еще один. Все золотишко. Да, все. Так. Держим. Путь в Вестлих. Надо с лохом поговорить. Что к чему. Так. Сохранимся опять. Так. Плывем сюда. Странно. А, нет. А вот это. Я думал, это причало. Это дальше надо. Смотрю корабль. В долине. Я думаю, чей. Это мой. Так. Тут. Нету. Так. А это кто? А, это вот этот. Товарищ. Которого я спас. Точнее. Образумил. О-о-о. Есть мишки. Мишки Гами. Мишки Гами. Надо набрать их. Сколько там можно. А. Полный набор. Все. Так. Мишек Гами взяли. Так. И полетели. Че я. Можно уже вообще не бегать. Только летать. Помню в принцессе в доспехах там. Можно было добрые пол игры пройти. Когда. Только потом уже дадут тебе крылья. Так. Давай поговорим. Заходи молодой олов. Садись в огня. Я знал что ты скоро придешь. Так предсказали птицы. Что привело. Тебя ко мне. На этот раз. А птицы не сказали. Удивительно. Так. Мудрый Рунвальд. Я пришел сказать что. Таор выпил твое зелье. И исцелился. Я уже знаю. Олов. Он заходил ко мне. Просить прощения. Его ярость исчезла. Голос который заставлял. Творить все эти бесчинства. Затих. Кости. Предвещали ему. Удачу. А что остальные. Мятежники. Творки. Там такое же нашествие нежити. Как и здесь. Ужасная новость. Юный. О. 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 С севера придет герой. О. 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 Этого Сын Дормунда. Тьма становится все сильнее. Если ты не найдешь ее источник, боюсь, мы все обречены. Ты говорил с Ингваром. Да, он дал мне вот это, чтобы я показал его тебе. Показываем часть маски. Волх осторожно берет осколок из ваших рук и пристально его изучает. Не думал, что мне доведется увидеть нечто подобное. Если я ошибаюсь, Оф, это одна из четырех частей древнего и могучего артефакта под названием Маска Завучего. Подожди-ка здесь. Блэмолит скрывается во второй комнате и через некоторое время появляется оттуда с... обтрепанным... может, обтрепанным... блин... фолиантом в руках. Волх начинает осторожно писать... листать древнюю книгу. Так, так... А вот это? Я знаю лишь немного о великих артефактах прошлого. Тут пропустим. Ага. Маска Завучего обладает могуществом. Достаточным для того, чтобы закрыть... проклятое время. Край страницы осыпался и я не могу прочесть, что написано дальше. Оф, не должен найти того, кто знает больше об этой вещи. Я чувствую, что это очень важно. Это еще не все вещи, Рунвальд. У меня новость о твоем брате. Конунд Хингвар сказал, что твой брат Рунвальд пропал без следа. А в его хижине нашли следы неизвестного волжб... Волжбе! Волх долго молчит, глядя в огонь камина. Затем, не говоря ни слова, достает свои заветные кости, думает еще немного и убирает кости на место. Раз кости мне ничего не сказали раньше, то и теперь не скажут. Тут нужны руны. Они никогда не лгут. Волх берет с полки каменную шкатулку, украшенную затейливой резьбой, открывает ее и начинает доставать белые круглые камни с вырезанными на них священными знаками. Рунвальд выкладывает перед собой три камня и делает одну белую дорожку. И долго смотрит на них. Руны говорят, что мой брат жив, но... Но с ним что-то не так. Он в беде. Руны не знают, что ему грозит. Оф, я прошу тебя, продолжи поиски моего брата. Ну хорошо, Рунвальд. А руны не показали, где твой брат может сейчас быть? К сожалению, нет. Все как в тумане. Предсказание не ясно. Руны показывают разное. Я не могу разобраться в их смысле. Видно, он уже белую дорожку потянул. Тебе придется самому выяснить, где Рунорм. Ну ладно, найдем. Так, товары. Давай показывай. Оу, отлично, отлично. Тут еще и медведи есть. Мишки классные бойцы. Так. Что там? Так, рассказать Инагвару. Сообщить о выживших. Выяснить, что делает Маска. А, еще Ульрика. А, да. Может ее... Мудрый Рунорм. Я к тебе с необычным вопросом. Можно ли зомби превратить в человека? Я о таком не слыхал, Олаф. Понимаешь, зомби суть тела, лишенное разума. Бессловесная тварь. Воплощение зла. Порождение черного колдовства. Как ты превратишь такого в человека? Вот если человек еще не полностью превратился в зомби, тогда... В редких случаях сильное колдовство может остановить или даже повернуть спять это превращение. А почему ты спрашиваешь? На Фастлэнде я встречал женщину, которая начала превращаться в зомби. Я подумал, может ты знаешь способ вернуть ей прежний облик? Вот она что. Ну что же. Помочь человеку в беде дело хорошее. Только вряд ли сумею. Не смогу я такое колдовство творить. Темная эта магия. Запретная. На границе между светом и тьмой ходит. А нужно тебе, юный Олаф, к ведьме обратиться. Это по их части. Правда, где их найти? Я знавал лишь одну ведьму по имени Этейла. Если найдешь эту ведьму, расскажи ей о женщине-зомби. Ну, спасибо, Рунвольд. Хотя бы какая-то наводка. Будем искать. Надо вернуться сейчас на Ист. Стоп. Мы где сейчас? Вестлих. Да, Вестлих. На Ист-Ринг. Надо вернуться. Доложить Гвару. Что и как. Где-то ведьму искать. Тоже вопросик интересный. Отправляемся. На Фастланд. Так, вот. Вот-вот-вот. На всякий случай сохранимся. Что-то привело тебя ко мне на этот раз? Олаф, сын Тормунда. Конунхинглар. Я обошел весь остров и обнаружил только двух выживших. Юного Хакона. Из Конрака. Из Старого Энунда. Смотрителя Маяка. Надо было нажать просто. Я что-то задумался. Вижу там дальше продолжение. Думаю, блин. Что это я читаю? Значит, случилось худшее. Как я и боялся. Как он пришел сюда. Сюда он рассказал, что. Все в Конраке убиты. Но я надеялся, что в других селениях кто-то доуцелел. А что же Энунд? Он не с тобой? Он решил остаться на Майке. Трескать селедку. Что же. Убитых не воскресить. Надо думать о живых. Для тебя у меня есть награда. Не зря ведь ты рисковал своей жизнью. Но благодарю Конунх. Верный долгу. Давай. Так, еще есть разговор. Конунх, я был на Вестлиге. Вестлиге. И показал Рунвальду этот тот обломок, что ты нашел в доме Рунорма. Рунвальд сказал, что это одна из частей, четырех частей великого артефакта, маски, назовущего. Но для чего нужен этот артефакт, Волх не знает. Тем не менее, он велел мне найти остальные части. Значит, Рунвальд считает, что надо собрать все четыре части воедино. Затем, чтобы... Он думает, что их надо искать на моем острове. Жаль, но я не могу послать воинов на поиски Олов. Разве что... Не знаю, может тебе это будет полезно знать. Часовой Мати говорит, что заметил какую-то деву на крылатом коне. Которая... Каком вот... Таком вот, как у тебя. Он думает, что это небесная Валькирия пришла нам на помощь. Но если и так, кроме него ее никто не видел. И в деревне она не показывалась. Он мало странный, этот Мати. Но он был так уверен. И... Если здесь и правда появилась Валькирия. То это знак. Ты должен ее найти. Но спасибо Кону за советы. Я понимаю, что искать части маски... Мне придется самому. Как всегда. Так. И... Так. Не нужна ли тебе моя помощь, славный? Подвигами Ингвар. Хорошо, что спросил, молодой Олаф. Есть у меня дело, которое я могу поручить лишь такому славному воину, как ты. Уже долгое время мой остров тревожит пират по прозвищу Гарди Двоеруки. Ха. Интересно. А третье у него есть? Или было, точнее. Пока мой народ был в силе, он отважился лишь на краткие набеги на остров. А теперь, когда большая часть моих воинов пала, он обнаглел и все ближе и ближе подбирается к нам. Дошло до того, что он стал показываться ввиду деревни среди белого дня. Жег совсем новый тракар и украл мою свинью-рекордсменку. Это вообще верх наглости, представляешь? Свинью-рекордсменку? И что, большая была свинья? Огромная. Двое крепких мужчин с трудом могли ее удержать, когда она рвалась к кормушке. Хе-хе-хе-хе. Я говорил, я готовил ее к пиру в часть Торвальда. Громозеки. Покровителя нашего острова. И вот видишь, как все обернулось. свинью сожрала шайка налетчиков и Торвальд отвернулся от нас. Ну да, такое не прощают. Я и не простил, Олаф, и уж поверь мне, к сожалению, я не могу сейчас собрать крепких воинов и примерно наказать негодяя, как подобает. Сам знаешь, все мои воины сейчас сохраняют деревню, но я прошу тебя, найди гарди и пусти на дно его гнилая корыта. Ну, я помогу. Бесплатно даже. Итак, получу тенишку. Так. Где-то по острову бродит Валькирия. Это факт. Так. Ну. Надо искать. Где-то подруга может быть. Ниже эти женщины. Такие непредсказуемые. Ага, вон кораблик плавает. Так. Стоп, стоп, стоп. Я кое-что вижу. Где-то вот тут. А, это вот. Это вот Арим. Это колодец маны. Вон, вон, вон. Валькирия. Она ждет меня. Гудрида. Блин. Кто ее так назвал? Так, так. А вот и Олф, сын Тормунда, собственной персоной. Ну-ка, дай я тебя погляжу поближе. Хм. А ты крепче, чем я думала. Немного смазлив для настоящего воина. Неудивительно, что Кристи ты так понравился. Хм. А ты вообще кто? И откуда знаешь обо мне? И о Кристи? Ну что же. И все сразу. Будем надеяться, что сражаешься ты лучше, чем соображаешь. Я Валькирия Гудрида. Спыльчивая. О Кристи я знаю, потому что она моя сестра. А о тебе я знаю от нее. И я перехожу к главному вопросу. Ты принес четыре части, из которых собирается маска Завущего? Так ты об этом знаешь? Глаза Валькирии вспыхивает яростным огнем. Психопатка, короче. Видно что-то. Видно, что она сердится. Видно, что она сдерживает себя. Я много чего знаю, Олаф. Я знаю, что ты сделал на Нордлиге. Я знаю о твоих подвергах на Вестлиге. Я знаю, какая напасть обрушилась на Фастланд. Я знаю, куда подевался волк Глнорм. А теперь ты отвечай на мой вопрос. Точно, психопатка? Нет. Сперва расскажи мне все, что знаешь об этой нежити. Гудрида окидывает вас яростным взглядом, но голос ее остается на удивление спокойным. Хорошо, будь по-твоему, Скальд. Месяц назад на их стороне открылся темный портал необычайной силы. Из него и лезет вся нежить, что наводнило ваши острова. Закрыть портал можно лишь маской завущего. Потому что именно ей, Ронурм, его и открыл. Охренеть, это все Ронурм наделал? Открыл, а потом разломал артефакт на части, надеясь, что никто не сможет снова его собрать. И остановить нашествие мертвецов. Ронурм? Это сделал брат Ронульва? И Ронульда? Не может быть. Может? Может, Олов, может. Чем искусней маг, чем опытней целитель, тем сильнее чараплет, а, чем сильнее чараплет, тем легче злу найти приют в его душе и соблазнить обещаниями богатства или власти, или наслаждения. Ронурм поддался темному соблазну, он стал игрушка чьей-то злой воли. Что же теперь делать с частями, как их соединить в маску? Ты не в силах собрать этот артефакт смертный. И Ронульд здесь тоже не поможет, но я могу. Я соберу маску зовущего, а после отправлюсь с тобой на Истерах. Мой боевой топор не будет лишним. В этом я уверен. Я не уверен лишь в том, что ждет нас там. Но можешь мне поверить, до сих пор твои битвы были легкой разминкой. Ну что, есть у тебя эти осколки? Ну да, вот они. Кудрида берет обломки маски и в ее руках они вспыхивают ярким сиянием. настолько ярким, что невозможно смотреть. Вы отворачиваетесь, закрывая рукой глаза и слышите нарастающий лул, который становится все громче и громче, пока не превращается в оглушающий рев. Когда вы почти уже не в силах терпеть этот звук, наступает тишина. Через минуту глаза вновь привыкают к нормальному освещению и вы видите, что Гудрида едва стоит на ногах. Ее волшебство отобрало все силы. Она протягивает вам артефакт, видимо, это и есть маска зовущего. Валькирия, Гудрида, с тобой все в порядке? Возьми это Олаф и сохрани. А мне не нужно отдохнуть. Гудрида начинает исчезать, становясь прозрачной, словно дым. Постой, подожди. Ты обещала отправиться со мной на Истеренх. Валькирия устала рассмеялась. Конечно же я буду с тобой, Викинг. Что я? Чтобы я пропустила такое веселье? Вот и ладно. Помощь мне еще одной Валькирии мне не помешает. Так. Ярости Гудриды. Посмотрим, что там она. Так. Метает объятые пламенем клинки во врагов, нанося 400-500 урона огнем и поджигая цели с вероятностью 30%. Бость поражения 3 клетки. Отдых 1. Ярость 8. Ну неплохо в принципе. 400-500 320-400 Но это посильнее будет. Тоже поплоще бьет. Так. А где это взял я этот меч? Так. Плюс 3 атаки. Вечника паладином рыцарем. Так. это? Ну это получше в принципе чем это. Так. Ладно. Побазарили. И сохраняться надо. Так. забираем кораблик управляемся на охоту. Где-то должен быть этот пират. надеюсь. Он не очень сильный. врагов. Хотя вроде бы таких смертельных врагов мы тут еще не встречали. Только хранители предметов давали нам по шапке. пока не вижу нигде нашего хранителя. Вот он. Ух ты очень сильный. Зараза. Очень сильный. очень сильный. Так. Надо. 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 Вот это выпить. Так. Магия. Магия. Броня титана. Странно. Почему они показывают. Бронь титана. Так. Ну давай вот это сделаем. Блин. Слепоту налажем. Да ты шо. Какой ты модный. титана. Сейчас рассеем заклинание. Так. Злая насмешечка. И хряпнем их вот так. Неплохо 150 сняли. Прачников этих. Так. Читок подождем. Волхвы. Не-не-не-не. так. Так. Давайте жахнем по этим пацанам. Так. Еще волхвы. Идем сюда. так. Снимем их. Давай их. Уже чтобы наверняка. вот этих сюда. Так. Холодцом бахнем. ух. Ух тыж. Хо. Снял. Ярого. Красавчик. так. Ну, ребятки. А погореть чуток. богословение на них наложен. Ни хрена себе. Так. Я думаю беззащитность им больше подойдет. Так. давай. Холебная песень. Так. Отойдем чуток. И жахнем. Так. А этих пацанов сейчас жахнем. Так. вот эти сильные. Их надо снимать. Так. Подойдем сюда. А что на нас наложено? А. Глушение. Блин. Ладно. Слепоту наложил. Как-то он накладывает два заклинания. Неужели он мах? Только мах может использовать два заклинания сразу в этой игре. так. Кого? Кого? Давай снимем вот этих. Так. Давай. Вот так. вот так уложим от этих. Сейчас мы их всех разберем по частям. Блин. так. Так. Отправляем на тот свет. О. Уровень взяли. Сколько моего опыта? 936. О. Хорошо кочанулись. Конечно и потерь у нас хватает. Так. Площадь. Давай площадь увеличим. лимон. Так. 320 литерства. Так. Денежку получили. Денежный мешок. Что это такое? Что за награда? Так. Ага. Накоплено. Пол лимона уже. Так. плюс плюс три процента к золоту за бой. Хорошо. Что мы можем качнуть? Тактика. Так. Тактика в принципе вещь неплохая. временами она очень полезная. Так. Так. А резерв? Каждый восьмой раунд герой может воспользоваться восполнить численность одного отряда за счет войск из резерва. Лидерство добавляемых воинов не превышает 10% лидерства героя. Интересно. Как это происходит на практике? Так. С этим разобрались. портал тьмы. Так. это мы? Ага. Тут недалеко. Сейчас доплывем. Восполним потери. И вперед из песни за орденами. Так. Эти берем летатели топоров. лидерства. Так, у этого надо забрать народ. Так. от этих ребят еще викина охвата. Так. Чуть застряли. Длинный дом. Ну да. Не маленький он. Так. Ну что же. Пожалуй, тут я и закончу серию. Исследовать месторинг. Мы отправимся уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. И до встречи в следующей серии. Всем пока.